Вино является, ну и водка, является естественным, вполне составляющим культуры. И, конечно, мы от этого никуда уж абсолютно не уйдем. Он был, есть и в какой-то мере, конечно, будет. Надеяться на то, что мы вообще вдруг станем весь мир трезвенниками, ну я в это не... Можно, но не нужно. Это такая традиция. Это было и будет всегда. Люди все равно будут передавать обычаи самоотравления из поколения в поколение. Традиции самоотравления никогда не появляются сами собой. Табак впервые был завезен в Россию английскими купцами в конце 16 века. За его хранение строго наказывали и даже могли приговорить к смертной казни. Так продолжалось до Петра I, который начал насаждать эту вредную привычку. Табак был легализован его именным указом. Не сами люди вдруг захотели себя травить. Было решение властей, было внедрение. Оно шло веками, и в итоге носители корыстных интересов сумели превратить Россию в самую отравленную табаком страну. Также внедрялся и алкоголь. Водка – не русское изобретение. А промышленное производство этой отравы началось лишь в 19 веке. Но долгое время русский народ был трезвее практически всех своих европейских соседей. Уровень самоотравления при царях никогда не поднимался выше 4,5 литров на душу населения. На русских свадьбах алкогольный яд жениху и невесте подавать было не принято. И уж тем более такое было невозможно у народов Российской империи, которые исповедовали ислам. А что сейчас? Яд в виде шампанского для молодых никого не удивляет в ЗАГСе. И травиться за упокой души усопшего для многих стало делом обыкновенным. Самоотравление, которое мы видим ежедневно и к которому привыкли, совсем еще недавно по историческим меркам не было нормой в России. Не было такой доступности алкогольной и табачной отравы. Не было никогда такой мощной пропаганды интоксикантов. Однако в информационном пространстве постоянно циркулирует ложь о том, что это наш усконный обычай. Да, Россия никогда не была страной абсолютно трезвой. Но уж точно исторически народы России были куда трезвее прочих европейцев. Лишь во второй половине 20 века ситуация начала меняться. Да и что? Традиция всегда хорошо? Всякие традиции нужно уважать и сохранять. У некоторых берманских племен есть обычай вытягивать женщинам шею с помощью специальных колец. В культуре папуасов ритуалы еще более дикие. Когда умирает кто-то из родственников, женщина всякий раз должна отрезать себе часть пальца, а мужчина обязан покалечить собственное ухо. Это фестиваль в Таиланде. Раз в год люди собираются вместе и протыкают себе щеки разными острыми предметами. Чем традиция убивать себя алкоголем и табаком лучше? Человек – заложник своей социальной природы. Мы можем передавать из поколения в поколение полезные навыки и умения, шедевры музыки и литературы, ремесла и знания. Но вместе с ними порой отправляем в будущее и наши заблуждения. Обычаи откровенно вредные, глупые, жестокие. Мы травимся алкоголем и табаком, потому что так принято, так надо, потому что все так делают. Это, увы, действительно стало нашей традицией. Но не для того ли дан человеку разум, чтобы от нелепых обычаев в своей жизни избавляться? Избавляться.